Всем привет! Сайт playmaker24.ru и ютуб-канал playmaker24 представляют самые интересные футбольные трансферы лета 2022 года. Роберт Ливандовский хочет сменить клуб, с которым он один раз выиграл Лигу Чемпионов и восемь раз Бундеслигу. В прошлом сезоне в Германии под напором поляка пал, кстати, рекорд Герда Мюллера, который продержался полвека. Роберт обогнал великого немца на один мяч, наколотив 41 гол за сезон. Поляк морально устал в Баварии, хочет сменить обстановку, и деньги для него, мол, не главное. Хотя 32 миллиона евро, которые Барселона готова заплатить ему за три года, лишними не будут. Форвард раздает интервью с такой же регулярностью, как забивает голы. Вот одно из них. В Баварии лучше инвестировать деньги, которые принесет мой трансфер, вместо того, чтобы держать меня до конца моего контракта. Я хочу найти лучшее решение для обеих сторон. Несколько лет назад Барселона выложила за Дембеле более 130 миллионов евро. Но карьера Усмана в Ла Лиге не задалась. В третьем матче он повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на три месяца. Дальше хуже. За время в Барселоне футболист пропустил из-за травм 695 дней и 102 матча. Испанские СМИ поделились инсайдом. Усман Дембеле сказал одноклубникам об уходе из Барсы и согласовал контракт с ПСЖ. Отпуская Дембеле с свободным агентом, синегранатовые закрывают гештальт своего самого провального трансфера. Длинная трансферная сага закончилась. Реал предпринял две попытки купить Киллиана Мбаппе. Предложение в размере 220 и 180 миллионов евро отклонили. Появлялась информация о согласовании личного контракта со Сливочными. И казалось, Киллиан одной ногой уже в Реале. Но за два дня до дедлайна Мбаппе согласовал трехлетний контракт с ПСЖ. А потом сказал, что мадридский клуб – его детская мечта. И не исключил переход в Реал в будущем. Зарплата по новому контракту впечатляет. Фигурируют цифры от 40 до 100 миллионов евро за сезон. Когда появились первые слухи о переходе Федотова в Спартак, тренер рассказывал о переговорах по продлению контракта с Сочи. Ближе к концу сезона клуб и тренер так и не уладили все разногласия. А в слухах добавлялись все новые команды. И вот в июне Федотов возглавил ЦСКА. Мы не узнаем, что не устроил его в Сочи. Возможно, нам и не надо это знать. Зато в РПЛ стало одной интригой больше. Это матчи ЦСКА с Сочи. Эрик Тенхак быстрее всех одержал 100 побед в Эре Дивизе. Для этого ему понадобилось всего 128 матчей. Его история в МЮ началась с Ральфа Рангника, которого Глейзеры вырвали из локомотива, чтобы заткнуть тренерскую брешь в команде. Рангник был временным тренером. В феврале боссы Красных Дьяволов составили шорт-лист из трех кандидатов. Луиса Энрики, Маурисио Почеттино и Эрика Тенхага. Но у Энрики контракт со сборной Испании до конца ЧМ-2022. Почеттино занят в ПСЖ, и у него прописаны отступные в 30 миллионов евро, а Эрик Тенхаг оказался идеальным вариантом. В Англии он заработает 9 миллионов евро в год, что в два раза больше зарплаты в Аяксе. Поль Погба второй раз за 10 лет кидает Манчестер Юнайтед, уходя свободным агентом. В далеком 2012-м сэр Алекс Фергюсон высоко ценил Погба, но бросать его в основу не спешил. Это не устраивало ни игрока, ни его агента Мина Райолу, и Поль ушел. Сейчас Погба уходит как худший трансфер. Манкунианцы заплатили за своего же воспитанника 105 миллионов евро, сделав его самым дорогим трансфером в истории клуба, и предложили высокую зарплату в размере 12 миллионов евро в год. Но все это не помогло. Ювентус и Дибало не смогли договориться о сумме нового контракта. Писали, что в устном соглашении фигурировала зарплата в 11 миллионов евро за сезон, но когда дошло до подписания, она упала до 6. На аргентинца претендовали Атлетику, Арсенал, Тоттенхэм, а Нью-Кассел и вовсе готов был сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. В итоге Пауло решил не покидать Италию и перейти в миланский Интер. Он предложил Дибале пятилетний контракт, 6 миллионов фикса и еще три бонусами. Кристиан Эриксон вынужденно покинул Интер после сердечного приступа, который сразил его на Евро-2020. Датчанина установили дефибиллятор. Эриксон вернулся на поле, но по правилам серии А играть с имплантом нельзя. А вот в Англии такого правила нет, и Эриксон на полгода заключил контракт с самой датской командой АПЛ Брэндфордом. Сейчас Эриксон свободный агент, и на него большой спрос в Англии. Игрока хотят заполучить Манчестер Юнайтед, Лестер, Тоттенхэм. У Шпор есть ряд неоспоримых преимуществ. Главный тренер Антонио Конте работал с Эриксоном в Интере. В Тоттенхэме Эриксон вырос с футболистом мирового уровня. К тому же команда из Лондона в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. Кстати, ставьте лайк, если вы тоже, как и мы, считаете, что у Эриксона в Лиге Чемпионов получится. Следите за трансферами на сайте playmaker24.ru и подписывайтесь на наш YouTube-канал.